Друзья, ну что ж, давайте начинать. Все готовы, все на месте. Команды здесь. У нас сегодня несколько вузов. И я с радостью объявляю 12-ю защиту образовательных проектов открытой. Давайте друг другу похлопаем. Что ж, традиционно начинаем с представления жюри. Тех людей, которые сегодня будут оценивать вас, ваши проекты. И выбирать, конечно же, топ-3 по нашей традиционной истории. И, конечно же, менторы также от себя, напомню, выбирают лучшую команду. Потому что, естественно, они работали с вами 3 месяца. И знают, как никто другие, что стоит за каждым проектом, какой труд и какие результаты получились в итоге. Итак, представляю жюри. Дмитрий Смыслов, вице-президент по персоналу и образовательным проектам. Федотов Михаил Валентинович, заместитель декана факультета ВМК по учебной работе. Малеев Алексей Викторович, проректор по международным программам и технологическому предпринимательству МФТИ. Павел Дробинцев, исполняющий директора Института компьютерных наук и технологий. Но у нас из Санкт-Петербурга есть еще один гость, которого тоже с удовольствием представлю. Ицексон Владимир Михайлович, заведующий кафедрой компьютерной системы и программной технологии. Что ж, идем дальше. Дмитрий Сергеев, первый заместитель генерального директора. Пролетарский Андрей Викторович, декан факультета ИУ МГТУ имени Баумана. Павел Гонтарев, руководитель B2B направления. Еще один у нас член жюри Айк Сарксян, технический директор Юлы. Ну что ж, давайте начинать. И сегодня у нас открывает защиту команда из технопарка, которая расскажет об одном из направлений. Это образовательные проекты. Сегодня их будет целых три. И я с удовольствием приглашаю и передаю слово команде. Давайте им поаплодируем. Начинать всегда сложно. Добрый день, дорогие друзья. Мы команда IT Berris. И мы рады приветствовать вас на борту Explority, вашего проводника в мир информационных технологий. А сейчас вас ожидает увлекательное путешествие в мир IT. Пару слов о нашей миссии. На сегодняшний день в большинстве общеобразовательных школ программа по информатике довольно слабая. В связи с чем ученики не идут сразу развиваться в сферу IT, выбирая более предпочтительные для них направления. И в связи с этим, когда они проходят обучение в университете, они впоследствии переучиваются в IT. За счет чего компании теряют как средства, так и самый креативный возраст от 14 до 25 лет. Основываясь на этой информации, Сергеем Мордановым, директором по связям с вузами от Mail.ru Group, нам была поставлена задача по разработке сервиса, способного мотивировать учеников к развитию в сфере IT и поступлению в будущем в университеты. Работа над нашим проектом была интересна не только с точки зрения технологий, но также с исследовательской точки зрения. Совместно с американскими студентами из Wuster Polytechnical Institute и студентами МГУ имени Ломоносова, нами было проведено полномасштабное исследование порядка 300 учеников 9-11 классов на предмет того, какие проблемы они испытывают при обучении информатики и как бы мы могли им помочь их решить. И пришли к выводу, что большинство учеников готовы обучаться через визуальную составляющую, в частности мобильные приложения. Так мы пришли к идее разработки образовательного сервиса, позволяющая ученикам привлечь их к дальнейшему профессиональному развитию в сфере информационных технологий. Наше приложение позволяет выполнять задания по программированию информатики в интерактивной и игровой формах. Само приложение представляет собой сервис для платформы ВКонтакте. Давайте запустим его из нативного приложения ВК. Основная концепция нашего приложения — это космическое путешествие в мир IT-знаний. При первом запуске приложения вас приветствуют экраны, которые рассказывают о целях и возможностях нашего приложения. Все задания распределены по секциям, которые возрастают по сложности. Каждая секция состоит из подсекций и шагов обучения. В нашем приложении существует несколько типов заданий. Теоретические, которые представляют собой небольшие блоки информации с иллюстрациями. Тренировочные, которые позволяют отработать пройденный материал с сопровождением подсказок. И интерактивные, которые позволяют закрепить пройденный материал без подсказок в боевом режиме. Каждое интерактивное задание представляет собой мини-игру, которая реализует некоторую игровую механику. Собери цепочку, собери пару или ответ на вопрос. За прохождение каждого интерактивного задания пользователь получает монеты, которые позволяют ему открыть новые достижения и увеличивать тем самым его рейтинг среди всех пользователей приложения или же среди друзей. Ключевой особенностью нашего приложения является наличие многопользовательского режима, помимо одиночного, где ученики могут соревноваться между собой в космических гонках. Давайте же попробуем поиграть в многопользовательскую игру. Присоединимся к ней. Итак, мы ищем оппонента. И пока мы ищем его, хотелось бы добавить, что в нашей игре также планируется реализоваться механика своей игры. Итак, пользователь подключился. Мы видим экран многопользовательской игры. Важно отвечать быстро и правильно для того, чтобы победить противника. Как мы видим, нам виден также прогресс противника, который ошибается на своем пути. Мы же в свою очередь стараемся отвечать как можно более правильно и как можно более быстро для того, чтобы гарантировать себе победу и тем самым получить еще больше монет, которые идут также в зачет лидера, в таблице лидеров и отображаются в профиле совместно с полученными достижениями. И, наконец, чтобы позволить пользователю погрузиться в реальное IT-сообщество, мы предоставляем ему список актуальных событий. Мы видим список событий на базе Mail.ru Group. Можем узнать о них краткую информацию, а также зарегистрироваться при желании. Вы можете ознакомиться с нашим продуктом, перейдя по ссылке на слайде или отсканировав QR-код. Использование платформы VKApps дает нашему приложению важное преимущество – это кросплатформенность. Также у нас заложена возможность восстановления игровой сессии в случае разрыва соединения с сервером. Для предотвращения накрутки игровых очков злоумышленниками у нас в сервисе присутствует двусторонняя валидация данных. В процессе разработки мы использовали React и Redux на фронте, а также Java и Spring Boot в бэке. Но что касается наших планов на будущее, мы, конечно, планируем выйти на рынок, ввести монетизацию и разработать новые типы игр. А теперь пришло время представить нашу замечательную команду. Нашим ментором была Марина Прешкова. Она оказала незаменимую поддержку в разработке нашего продукта. Большое спасибо ей за это. Фронтендом занимались Анастасия Пучнина и Иван Немшилов. Бэкэндом занималась я, Елена Ошкина и Дмитрий Бородин. Наконец, также хотелось бы поблагодарить Технопарк и всю команду преподавателей, учеников, коллег, которые были с нами эти два года, которые помогали нам на нашем становлении в профессиональном сообществе. А на этом у нас все. Спасибо за внимание. Будем рады ответить на ваши вопросы. Всем привет. Мы команда РХА и сегодня представляем вам систему LinguaMake. LinguaMake – это продукт, который позволяет не только конструировать брендированное мобильное приложение для курсов иностранных языков, но также составлять и администрировать их. В наше время мобильное образование становится все более и более популярным, и пользователи все более и более лояльны именно к этому подходу, нежели к традиционному образованию. Но, к сожалению, школы иностранных языков не особо торопятся вводить современные технологии в процесс обучения. Мы же предлагаем преподавателям инструмент для взаимодействия со своими учениками между занятиями для усвоения пройденного материала. Мы не верим в самообразование в данной области. И вся огромная куча приложений, которые существуют на рынке, они оставляют учеников наедине с языком, и они крайне неэффективны. На данный момент в Москве существует только более 40 школ английского языка. Мы взяли первую Power 60 школу из этого списка и постарались найти ее приложение в Google Play. Как вы видите, безрезультатно. Примерно такая же ситуация и со всеми остальными школами. Собственно, на своем примере я готовился к экзамену TOEFL английского языка в школе МБА. И мне пришлось использовать три различных приложения для подготовки к экзамену. Но, скажем так, это было крайне неэффективно. Подробнее о нашей системе. Администратор регистрирует школу в системе, после чего он может сгенерировать для нее мобильное приложение. Также он добавляет преподавателей, которые в свою очередь создают группы студентов, а также наполняют курсы контентом. Студенты же получают доступ к курсам через мобильное приложение. И таким образом наше приложение становится инструментом систематизации процесса обучения. И давайте начнем демонстрировать наше приложение. Итак, мы сейчас находимся в админке и видим уже несколько заранее созданных курсов. Давайте прямо к TOEFL. Отлично. Мы в нем уже видим даже какой-то юнит. Перейдем к нему. Итак, мы видим уже несколько тасков, созданных заранее. И давайте зададим еще один. Выбираем тип нашего таска. Пусть это будет вопрос с вариантами ответов. Введем сам вопрос. Итак, мы уже выбрали количество вариантов ответов, поэтому давайте введем первый. Вводим второй. И выбираем правильный ответ. Отлично. Давайте перейдем к этому таску. Вот так у нас он будет выглядеть на мобильном устройстве. Из-за того, что зеленым цветом, конечно же, мы не будем замечать правильный ответ. Давайте перейдем к странице групп. Отлично. Мы видим уже заранее созданные группы. Наверняка в них даже уже есть студенты. Давайте в этом убедимся. Так и есть. В нашей группах уже есть студенты. Стоит заметить, что когда мы добавляем нового студента, ему на почту придут данные для входа в наше приложение. И от имени одного из этих студентов мы сейчас будем логиниться в наше приложение. Давайте перейдем вкладку Application. Здесь мы задаем настройки нашего приложения, такие как имя школы, логотип школы. Можем задать цветовую схему. И давайте, наверное, загенерируем наше приложение. Отлично. На данный момент на нашем сервере запустилась генерация приложения. И как только оно будет сгенерировано, администратору школы придет ссылка на скачивание. И сейчас Юра вам расскажет про Android. После авторизации и, собственно, после установки первого запуска приложения, нам будет необходимо авторизоваться в приложении от лица студента. После этого мы попадаем в систему LinguaMake. Давайте посмотрим сначала на профиль студента. Здесь мы можем увидеть имя и фамилию, под которыми мы авторизированы в системе. Группа, в которой мы состоим, ее краткое описание, и некоторых членов группы, в рамках которой мы будем проходить текущий курс. Давайте вернемся к главному экрану. Здесь можно посмотреть все доступные курсы на данный момент для нас. Открытые юниты, которые мы можем прорешать. Ну, давайте, собственно, именно этим и займемся. Первое задание достаточно интересное. Нам необходимо из блоков слов составить перевод предложения. Составляем. При этом система нам автоматически сразу говорит, правильно ли мы ответили или нет. Второе птиц задания менее интересное, но все-таки. Необходимо выбрать просто правильный вариант ответа. Разрабатывая нашу систему, мы преследовали цель добиться максимально быстрого отображения изменений, которые уносит преподаватель в свой курс, в мобильных приложениях у студентов. Ну, а в конце мы можем увидеть статистику наших ответов. Ну, а теперь вернемся к презентации. Про архитектуру нашей системы. Я думаю, использованный нами стак технологии не будет вызывать никаких вопросов. Единственное, что хочется отметить, наш сервер не только хранит и управляет контентом, он также самостоятельно генерирует мобильные приложения для школ. Ленин говорил, что фантазия есть величайшее качество человека. Ну и вот, собственно, то, что мы нафантазировали. Немножко про наши планы на развитие. Мы планируем ввести новые типы заданий для нашего приложения, чтобы повысить вариативность внутри него, чтобы студентам было интереснее прорешивать. Также мы планируем ввести уведомления в приложении, чтобы студент мог знать, что вот пора сейчас прорешивать новый юнит. Мы планируем ввести статистику успеваемости, чтобы преподаватель в реальном времени мог отслеживать то, как студент прорешал задание. А теперь немножко про команду. Вот, собственно говоря, наша команда. Хочется поблагодарить нашего ментора Мартина за то, что провел нас сквозь огонь и медные трубы. А также хочется сказать спасибо команде Технопарка, с которой мы очень весело и полезно провели два года. Вот ссылки на наше приложение, можно посмотреть и ознакомиться. Все, большое спасибо, ждем вопросов. Спасибо за выступление. Есть ли вопросы? Можем начинать? Здравствуйте, мы команда BlockLog, и мы бы хотели вам представить систему обучения детей младшего школьного возраста программированию. Я являюсь куратором направления в детском центре инженериум при МГТУ имени Баумана. И во время преподавания программирования детям младшего школьного возраста мы сталкиваемся с рядом проблем. Первое. Маленькие дети плохо владеют клавиатурой, и поэтому из-за этого у них низкая скорость набора текста. По этой причине они просто не успевают повторять действия преподавателя. Далее. Так как многие дети младшего школьного возраста плохо знают английский язык, они просто не понимают синдекс языков программирования. Далее. Любой язык программирования, сеподобный, несеподобный, содержит в себе набор вложенных блоков. Например, и в что ты делаешь что-то. И эти блоки создаются путем использования фигурных скобок и каких-то вложенностей с помощью стабуляции. Детям это тоже очень тяжело понять, и по этой причине они путаются. По всем вышеизложенным причинам преподавателю приходится часть урока тратить на рисование блок-схем. Из-за этого часть материала просто не успевается разобраться на уроке. Почему данная проблема важна? Согласно таблице, которую вы видите на экране, больше половины детей младшего школьного возраста отчисляются до завершения курсов по программированию. По той причине, что им непонятен материал, и они не успевают за преподавателем. Из-за этого детская организация инженериум несет финансовые убытки, что является основной проблемой. Наше решение. Мы предлагаем систему блок-лок, которая позволяет ребенку без использования клавиатуры создать блок-схему и запустить ее. Это означает, что ребенок перед собой видит не только алгоритм программы, но он может увидеть после ее запуска и результаты ее работы. Что позволяет делать наша программа? Она позволяет создавать и редактировать блок-схемы. Далее. Программа позволяет запустить созданную блок-схему, чтобы ребенок увидел результат работы программы. Также очень важной особенностью нашей программы является то, что после выполнения программы система выводит сложность работы алгоритма. Это позволяет преподавателю определить и объяснить ребенку, какое решение рациональное, а какое решение нерациональное. Помимо приложения, о котором говорил Максим, и которое предполагается для установки, например, в какую-нибудь школу, мы также расширили область нашего применения и сделали веб-сервис, который является платформой для создания курсов. В рамках этого веб-сервиса преподаватель может создавать некие курсы, для каждой задачи которого может создавать набор автоматизированных тестов, что позволяет уменьшить количество рутинных операций, которые выполняет преподаватель при проверке однотипных задач, а также позволяет ученикам сразу получать фидбэк о работе после загрузки в систему. Сейчас давайте посмотрим, как это работает. Попробуем решить какую-нибудь простую задачу, например, сложить два числа. Для того, чтобы сложить два числа, очевидно, нужно для начала эти два числа ввести. Вот введем число А, вот сделаем чуть побольше, и введем дополнительное число Б. Теперь достаточно посчитать сумму этих чисел и вывести получившийся результат на экран. Теперь попробуем запустить эту программу. И она действительно работает. Помимо результатов работы программы, вы также видите здесь статистику, которая, собственно, и позволяет преподавателям вводить некоторые основы алгоритмизации в образовательный процесс. Попробуем загрузить решение в нашу тестовую систему. И оно действительно работает. Это очень сильно меня радует, учитывая напряженность момента. Мы успешно внедрили программу BlockLock в образовательный процесс инженериума. У нас есть справка, которая подтверждает успешное внедрение. Мы запустили программу BlockLock у детей младшего школьного возраста, у четырех групп. И, как вы видите из статистики, показанной на экране, после внедрения программы BlockLock гораздо меньшее количество детей младшего школьного возраста отчислялось во время курсов. По той причине, что материал стал более понятным, более структурированным, и детям стало гораздо интереснее изучать алгоритмы и программирование. Как уже было сказано, мы реализовали два приложения. Это десктоп-версия и веб-приложение. Соответственно, десктоп у нас реализован с использованием Electron.js, а фронт-энд веб-приложение — это у нас Vue.js, бэк-энд, соответственно, Ruby on Rails с использованием баз данных PostgreSQL. Весь стек технологий, который мы использовали в нашем проекте, вы можете видеть на этом слайде. Также в планах дальнейшего развития у нас введение личного кабинета пользователя и введение системы достижений для того, чтобы сделать процесс обучения более интересным. Для вас выступала команда BlockLock. В конце нашего выступления хотелось бы поблагодарить нашего ментора Андрея Новикова за помощь в течение семестра, а также весь коллектив образовательных проектов Mail.ru и, в частности, коллектив проекта Технопарк за интересные и крутые знания в области IT. На этом у нас все. Большое спасибо за внимание. Будем рады ответить на ваши вопросы. Ребят, рассказывайте. Здравствуйте. Сегодня мы представляем вам сервис для геокодирования адресов OpenFias, который является бизнес-юнитом Maps.me. В данный момент основная проблема навигации в России состоит в том, что из огромного числа адресов в федеральной системе этих адресов лишь менее пятой части загеокодировано как-то на карте. Таким образом, наши пользователи могут просто не найти местоположение, которое им нужно. Таким образом, потерпев фиаско. Соответственно, основной проблематикой состоит в том, что у нас есть большая база данных адресов, в которой нет никаких координат, и также есть база данных OpenStreetMap, в которой есть координаты, но не точные адреса. Соответственно, какое задание изначально стояло перед нами? Нам нужно было создать базу данных, в которой мы сможем сопоставлять каждому адресу из федеральной системы адресов координаты на карте. Также нам нужно было сделать веб-сервис для работы с этой базой данных и ручного геокодирования. Также наш сервис должен был улучшать данные, которые сейчас находятся в OpenStreetMap. Давайте перейдем к демонстрации. Нас встречает первая страничка, на которой мы видим описание нашего сервиса, что должны мы делать, помощь некая с управлением и статистика повышения качества карт. Соответственно, давайте что-нибудь загеокодируем. Соответственно, можем увидеть карту, на которой пытаемся загеокодировать какой-нибудь дом. Например, на этом доме мы видим, что нам не дают возможности заполнить поле, так как этот дом уже загеокодирован. В данный момент наша база данных все равно пополняется, потому что координаты приходят с серверов OpenStreetMap, а адрес берется из базы данных FIAS. Посмотрим на это здание, видим, что загеокодировать его мы можем. Давайте введем какой-нибудь адрес. И загеокодируем его, допустим. Мы отправили, соответственно, эту новую запись в нашу базу данных, и также можем проверить, что в OpenStreetMap добавилась соответствующая метка. Таким образом, мы выполнили все задания бизнес-юнита на данном этапе. А теперь давайте обсудим начинку нашего сайта. В своем проекте мы реализовали некоторый промежуточный слой между сложным и непонятным интерфейсом для новичков от OpenStreetMap и российской базой данных адресов FIAS. Мы попытались как можно сильнее упростить пользование нашим ресурсом, а всю работу перенесли на бэкэнд. То есть при каждом действии пользователя мы анализируем входящие адреса и данные и говорим, существует ли такой адрес, есть ли для него координата, можно ли геокодировать данную точку. Сложность нашего проекта заключалась также в том, что нам нужно было соответствовать высокому качеству кода и документации, а также полностью контролировать сессии пользователей, чтобы предоставить им полноценный доступ, а также для анонимов ограничить их функционал. Что насчет стека технологий, то на фронтенде у нас реализована single-page application на базе реакта в связке с редаксом. И также мы используем карту от Mapbox. На бэкэнде же у нас используется Django приложение с Postgres. И все это, конечно, находится в докере для более легкого развертывания. Что насчет наших планов на будущее, то, конечно же, мы хотим добавить асинхронное обновление локальной базы данных новыми точками и адресами, а также требуется создать мобильное приложение, которое сейчас есть только в виде некоторой мобильной верстки. Соответственно, проект был разработан командой из двух человек. Воррен Фартем, который занимался фронтендом, и Пахомов Михаил, который работал над бэкэндом. Спасибо нашей команде Business Unit и ментору Илье Зарецкому, которые помогли создать этот проект, а также большая благодарность курсу Технотрека. Спасибо за ваше внимание. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Всем привет. Меня зовут Евгений. Это Андрей. И сегодня мы хотим представить нашу платформу для создания и проведения опросов ВКонтакте под рабочим названием VKSoC. На ранних этапах разработки приложения для проверки продуктовых гипотез мы использовали опросы как основной инструмент проверки гипотез и сразу же столкнулись с проблемой, что не всегда для опроса можно достаточно оперативно и в достаточном количестве найти аудиторию. Мы начали подробно исследовать эту проблему и нашли несколько решений. Первый и самый дорогой из них – это заказать исследование у специальной компании. Когда вы формулируете гипотезу, вам через некоторое количество времени дают ответ. Второй вариант, чуть более дешевый – это так называемые панели респондентов. Когда вы под гипотезу составляете опрос, далее платите панели респондентов и через некоторое количество времени они вам отдают заполненные анкеты. И третье, самое дешевое по деньгам, но самое дорогое по времени – это платформы для создания опросов вроде Google опросы или Servio и далее уже брать опрос и самостоятельно его распространять в соцсетях, в тематических сообществах и так далее. Но возникают две основных проблемы. Первая – это проблема в том, что не всегда можно найти достаточное количество респондентов достаточно быстро. Второе – иногда мы не знаем, кто наши респонденты. Таким образом, мы решили предложить свое решение, основанное на сервисах ВКонтакте. У него огромное преимущество, поскольку респонденты – это пользователи ВКонтакте, то они достаточно разнообразны по полу, возрасту и региону проживания. Вы всегда можете увидеть своего респондента, по крайней мере, его профиль в соцсетях. И поскольку аудитория сайта многочисленна, потенциально нет проблем с поиском респондентов. В итоге наш продукт состоит из двух частей. Это мобильное приложение ВК, которое сейчас находится на стадии бета-тестирования, поэтому можно посмотреть на него по QR-коду. И админская часть приложения, где вы создаете опросы, редактируете, выставляете таргеты, запускаете и смотрите результаты. Сейчас в приложении реализованы все основные типы вопросов, и мы хотели бы вам продемонстрировать работу нашего сервиса. Сейчас мы зашли в админ панели, и вместо создания нового опроса, мы просто отредактируем существующий. Например, мы удалим вариант ответа у первого вопроса и добавим к нему вариант другое. Далее мы сохраняем опрос и запускаем его. И сейчас в мобильном приложении мы сможем увидеть только что созданный опрос. Мы заходим в приложение, видим стартовую страницу с базовой информацией о нашем приложении, мы ее пропустим и посмотрим опросы. Можем выбрать ваш любимый опрос, который только что отредактировали, начнем его, протапаем какие-нибудь ответы и посмотрим затем результаты. Я предлагаю посмотреть что-нибудь другое, более интересное, например, опрос про смену фамилий после свадьбы. Мы видим, что 20% человек не готовы к такому шагу. Вернемся к презентации. 15 мая наше приложение вышло на бета-тестирование в сервисе ВК. И с тех пор у нас появилось 204 респондента, было заполнено более тысячи анкет и сгенерировано 92 отчета. Помимо этого, у нас уже появились первые реальные пользователи, которые согласились нам оставить отзывы. Теперь давайте посмотрим, что под капотом у нашего сервера. Стэк, наверное, не вызовет ни у кого удивления. Сверху это сердце нашего приложения, то есть бэкэнд. Основа это сервер на ноде с основной базой данных Монго ДБ. И для приложения ВКонтакте мы использовали React с редаксом и исследовали стайл-гайдом ВК для того, чтобы приложение смотрелось нативно. Из планов у нас в ближайшее время это публикация в каталоге приложений, после чего мы сможем приступить к монетизации наших респондентов через ВК-пэй. Затем мы хотим сделать приложение качественнее, накапливая данные о респондентах и учитывая их поведение во время опроса. И также мы хотим сделать приложение более комфортным для клиентов и оказывать помощь при создании опроса посредством подсказок в приложении и статей. Пользуясь оставшимся временем, хотелось бы сказать огромное спасибо преподавательскому составу технопарка за те два года, что они нас учили. И отдельное большое спасибо Новикову Андрею, нашему ментору, который очень сильно нам помогал в течение этого семестра разрабатывать приложение. Спасибо большое за внимание и теперь мы готовы ответить на ваши вопросы. Добрый день. Мы представляем сервис для взаимодействия бизнеса с клиентами на основе ТамТам. На сегодняшний день мессенджер — это новая медиа. И бизнес заинтересован в том, чтобы быть представлен в мессенджере. Ведь это позволит использовать многие инструменты для работы с клиентами, такие как чаты, каналы, ботов и звонки. ТамТам на сегодняшний день выигрывает по функциональности у таких мессенджеров, как Facebook Messenger, Viber и WhatsApp. имея в своем арсенале чаты, каналы с администрированием ботов и звонки в очень высоком качестве. Также ТамТам недавно запустил ботапи, в бета-тесте которого мы приняли активное участие. С помощью ботапи можно решать множество проблем для бизнеса. Это создание ботов для саппорта, для сбора лидов, опроса, маркетинг и многое другое. Команда ТамТам составила список наиболее ожидаемых пользователями фич, которые мы реализовали в нашем МВП. Список фич вы можете видеть на слайде. Например, бот к чемпионату миру по хоккею уже работает в продакшене. На демо мы покажем наиболее интересные фичи. Это опросы и конструктор ботов. Сейчас Егор вам их продемонстрирует. Да, к сегодняшнему мероприятию мы собрали небольшого простого бота в нашем конструкторе, с которым вы можете ознакомиться либо по ссылке, либо перейдя по QR-коду. А вообще я предлагаю вам ознакомиться с таким инструментом, как опросы. Этот инструмент позволяет собирать фидбэк пользователей в нашем сервисе. Для того, чтобы создать опрос, мы перейдем в схему нашего бота и добавим опрос. В качестве примера наш опрос будет состоять всего из одного вопроса. Пользователю будет предложено выбрать лучший город России по его мнению. Ответ очевиден. Да. Соответственно, по факту прохождения опроса мы хотим, чтобы пользователь снова попал в основное меню нашего бота. Мы укажем это здесь. А также назовем этот вопрос город. В основном меню же нам нужно добавить кнопку, которая будет перенаправлять нас на этот опрос. Давайте назовем эту кнопку опрос и подсветим ее синим цветом. А также укажем, что она указывает именно на наш опрос. Сохраним схему. Перейдем к боту. Видим, что у бота появилась кнопка опрос, и мы можем его пройти. Очевидно, что ответ здесь именно вот такой. Так, сейчас, секунду. Вот, цифру укажу. Пройдя опрос, пользователь нашего сервиса может перейти в вкладку опроса и увидеть, что здесь появилась информация, которую вел пользователь. На этом это была демо. Спасибо. Теперь Алексей расскажет про нашу инфраструктуру и архитектуру. Инфраструктура нашего приложения предполагает три сервера. Первый сервер – это менеджмент. На нем располагается система мониторинга, которая позволяет быстро и удобно обнаруживать ошибки в нашем приложении, смотреть различные метрики и статистику использования. Также присутствует система удаленного управления конфигурацией. Сервер стейджинг содержит актуальную версию нашего продукта, которая тестируется командой разработки. Сервера менеджмент и стейджинг находятся под VPN и доступны только для команды разработки. Третий сервер – продакшн, изолирован от рук разработчиков, содержит релизную версию продукта и доступен конечному пользователю. CICD-система реализована с помощью гитхаба, тревиса, а также нотификации с помощью там-там. Архитектура нашего приложения предполагает модульное решение. Приложение, база данных, система управления конфигурацией и мониторинга разворачиваются в своем докер-контейнере, что позволяет абстрагироваться от среды запуска, перезапускать или менять контейнеры. Оркестрирование самих контейнеров осуществляется с помощью докер-компоуз. Наши фичи, которые мы хотим в будущем реализовать, это поддержка сторонних API в конструкторе, также бот для ритейла в конструкторе, а также хотим разворачивать всех ботов для там-тама. Мы хотим также выйти на рынок и открыть бета-тестирование. Наша команда. Алексей Котелевский занимался фронт-эндом, Егор занимался бэк-эндом, Алексей Антуфьев занимался девопсом. Хотим поблагодарить нашего ментора Михаила Нечаева, а также маркетолога там-там Александру Лартьей за то, что принимал активное участие в создании продукта. Спасибо за внимание, будем рады ответить на ваши вопросы. Добрый день, мы представляем веб-сервис «Фото на карте», который позволяет осуществлять поиск тематических фотографий на карте. Ну и откуда, собственно, произошла идея нашего сервиса? Дело в том, что одноклассники хранят огромное количество фотографий с геопозицией, но при этом никак эту информацию не используют. И нам была поставлена задача, как-то интересно, удобно показать эти фотографии на карте. И задача, которую мы решали, это поиск интересных и полезных локаций на карте, например, облака, закаты, котики и так далее. Следующая — это группировка фотографий в кластеры для удобного просмотра. И, конечно же, обработка больших данных. Пользователь сможет посмотреть свои и чужие фотографии прямо из соцсети. Сервис будет встроен в блоке «Профиль». Если говорить о демонстрации нашего проекта, то пользователю предлагается перейти на карту, на которой имеются кластеры. Кластеры содержат пользовательские фотографии. Клик по кластеру раскрывает пользовательскую фотографию. Имеется возможность навигации по кластерам и просмотра других фотографий. Например, мы можем отметить понравившуюся фотографию. Например, мой коллега Никита рассказал, что он живет в Мурманске, в очень отдаленном месте. И он мне предложил оценить его фотографию, как он сфотографировался в шубе. Что я делаю? Я ищу на карте Мурманск. Может, мне кто-нибудь подскажет? Он находится сверху. Мы это знаем. Как видите, кластеры у нас рефрешатся и перерисовываются только те, которые необходимы. Я перехожу в то место, где он мне говорит его фотография. Ого, посмотрите, какой красавчик. Обязательно ставлю лайк на эту фотографию. Далее меня, например, интересует, какое количество котиков расположено в Санкт-Петербурге. То есть я хочу сделать поиск по тегу. Я перехожу в Санкт-Петербург. Открываю наше меню с тегами и выбираю, например, котиков. Ого, какие котики. Очень милые. Также мы можем осуществить поиск чего угодно. Например, закаты. Посмотреть, какие закаты были сфотографированы в Санкт-Петербурге. Например, мы хотим еще узнать, как люди развлекаются. И мы, например, хотим это узнать не только в Санкт-Петербурге, а вообще в другой стране. Мы начинаем искать. Например, хочется узнать, как развлекаются латыши. Ого, как они интересно развлекаются. Есть ли еще какие-нибудь развлечения в Европе? Как видите, в Германии люди катаются на машинках. Им весело. Можем посмотреть дальше. Они ходят в походы. Это тоже развлечение. Можем, например, еще посмотреть. Какой-то карнавал. Вот, собственно говоря, мы также еще раз можем, например, захотеть посмотреть на закаты и узнать закаты, которые, например, у нас в Крыму. Или, например, закаты, которые происходят на другом конце нашего континента, например, в Китае. Очень красиво. Какие технические решения мы применили? Мы делали акцент на быстродействие. И первое, что мы старались ускорить, это работу с API-одноклассников. Мы кэшируем ссылки на фотографии на нашем сервере. И благодаря этому у нас происходит моментальный отклик от сервера. Кэшированные данные имеют время жизни. Если к ним давно не обращались, то мы их удаляем. Далее мы использовали кластеризацию. Это метод, суть которого заключается в том, что близкие по координате фотографии группируются в сегменты, называемые кластерами. Алгоритм называется grid-кластер. Его основными особенностями можно выделить то, что кластера строятся быстро. И самое главное, мы очень легко можем добавлять новые данные в наше дерево. Далее теги. Как мы храним фотографии с тегами? Мы это делаем не в отдельных деревьях, а у нас получилось оптимизировать память и хранить всю информацию в одном дереве. Если говорить о нашем стеке технологии, о нашей реализации, у нас имеется клиент-серверное приложение с REST API. У нас имеется пользователь одноклассников, который обращается к нашему веб-клиенту. На веб-клиенте с помощью мэпбокса мы отображаем карту, на которую мы проецируем маркеры, то есть наши кластеры. Они, в свою очередь, получаются от сервера. Наша вся серверная архитектура задеплоена на Mail Cloud Solution. У нас имеется балансировщик для того, чтобы регулировать нагрузку между серверами. Каждый сервер представлен в виде докер-инстанса. Также у нас имеется обращение к базе данных. В случае, если нам нужен какой-то дополнительный функционал, например, поставить лайк или проверить информацию о фотографии, ее жизни и приватности, мы обращаемся в Vogue API. Что мы планируем дальше сделать? Во-первых, мы хотим оптимизировать это приложение до конечной продакшн-версии. И, в свою очередь, это нам позволит делать прямой стриминг фотографий на карту. То есть, как только пользователь залил, мы сможем это узнать и добавить это в нашу базу. Далее мы хотим сделать масштабирование списка категорий, но поддерживать большее количество категорий. И еще мы хотим реализовать такую фичу, как поиск фотографий друзей на карте. Мы благодарим команду одноклассников, команду Технополиса и нашего ментора за переданные нам знания и за возможность поработать над крутыми и интересными задачами. И наша команда. Иван Кыльчик разрабатывал Backend. Григорий Скобелев разрабатывал Frontend. Никита Кузьмин разрабатывал и Back, и Front. И наш ментор Артем Алимов. Всем спасибо. Мы готовы отвечать на ваши вопросы. Мы команда Pico Storage, и мы готовы представить вам наш проект. Сервис для защиты данных в облаке, а также управление доступом к ним. Все мы пользуемся облаками. Так или иначе, они плотно вошли в нашу жизнь. Благодаря их удобству, благодаря тому, что они надежны, они огромные, и к тому же стоимость их обслуживания действительно невысока. Однако за эти удобства приходится порой расплачиваться. И расплачиваться безопасностью. Дело в том, что очень часто файлы у облачных провайдеров хранятся в открытом виде, а доступ к ним регулируется только политикой безопасности, чего не всегда достаточно. Поэтому очень часто возникают ситуации, когда происходят утечки данных с облаком. Наше приложение может помочь вам в случае, если у вас очень много данных, которые должны оставаться при этом конфиденциальными, и при этом вы хотите получить преимущество, которое предоставляет вам облако. То есть надежность, доступность и отсутствие расходов на инфраструктуры. Напомним, что некоторые компании предпочитают селф-хост это решение, затрачивая огромные средства на обслуживание своей структуры взамен публичных облачных решений. А также наше решение может помочь вам, если вы хотите работать с данными, где централизовано и делиться с ними, со своими сотрудниками. Плюс ко всему к этому наше приложение имеет средства виртуализации, которые не будут портить ваш пользовательский опыт, и поэтому обучаться новому софту сотрудникам вашей компании не придется. Соответственно, приведем пример, где это может пригодиться. В некоторых образовательных учреждениях можно использовать облако для хранения лабораторных работ, для хранения дипломных работ, научных статей и тому подобное. Если утечка лабораторных работ обычных студентов не представляет какой-то большой опасности, то утечка, например, персональных данных сотрудников или дипломных работ студентов может действительно быть грустным. Таким образом, это может пригодиться в сфере образования, в сфере здравоохранения для хранения, персональных данных клиентов, их истории болезней. При работе с документами мы можем вытеснить огромное количество документов на облака и таким образом освободить кучу места. И к тому же получить преимущество децентрализованной работы. Кстати, подобная система уже используется в Германии. Например, в 2011 году министр здравоохранения Германии как раз таки задумался о том, как бы использовать обуточные решения для здравоохранения Германии. И таким образом появился наш главный конкурент BoxScripter, о котором мы, несомненно, еще поговорим. А теперь давайте разберемся, как это работает. При использовании нашего решения, даже если злоумышленник получит доступ к вашему аккаунту или взломает вашего облачного провайдера, а может быть облачный провайдер является не очень добросовестным, он все равно не сможет получить доступ к содержимому ваших файлов. Перейдем к совместной работе. При использовании только симметричных криптографических алгоритмов для совместной работы пришлось бы делиться основным ключом шифрования, что неприемлемо. В нашем решении за счет совместного использования симметричных и асимметричных примитивов сохраняется скорость работы, но при этом исключается компрометация мастер-ключа при совместной работе нескольких пользователей. В принципе, любого количества пользователей. Также реализована возможность отзыва доступа у каких-то конкретных пользователей при необходимости, и даже если он все еще получает обновление с облака, он не сможет прочитать эти файлы. Перейдем к демонстрации. В данном случае мы имитируем поведение двух пользователей. На данном экране можно видеть виртуальную машину, которая отвечает за первого пользователя. Директория MountDeer является виртуально смонтированной за счет нашего приложения. То есть на самом деле файлы хранятся не в ней, а в синхронизированной папке контейнера. Пользователь создает какой-то файл, что-то туда записывает, и он синхронизирует. Сейчас посмотрим, что видит второй пользователь, у которого есть доступ к этой папке в облаке, но пока что мы не дали ему прав расшифровывать его. Он просто не сможет прочитать, что в этом файле находится. Теперь давайте дадим ему доступ через наше приложение. У него никнейм юзер 02. Подтверждаем. И после синхронизации второй пользователь может прочитать, что-то дописать. Мы это также увидим. Ну, в смысле, первый пользователь это также увидит. Немного отмотаю. Также для экономии времени отмотаю, например, с отзывом прав пользователя. Вот мы опять... Сейчас. Следим за первым пользователем. В данном случае мы убираем пользователя юзер 02, и он снова не может ничего прочитать, хотя, казалось бы, файл Антонио доступ есть. Перейдем к аналогам. Большинство аналогов заточено на однопользовательскую работу. НКФС, КрайФС. Нашей же основной фичей является возможность совместной и безопасной работы. Ее из аналогов представляет только коммерческий бокскриптор, но у него есть некоторые недостатки по поводу прозрачного шифрования на некоторых платформах, в чем мы можем и выиграть. Рассмотрим стэк использованных технологий. Для диктопного приложения использовался... Для графического интерфейса использовался Qt. Для монтирования виртуального директории Fuse и WinFSP в зависимости от платформы. Сервер публичных ключей писался на фласке с использованием BD Postgres. В принципе, остальные технологии довольно стандартные. В будущем мы планируем сделать мобильную версию, а также внедрить постквантовые криптоалгоритмы. Ну и улучшить все, что можем улучшить. Не знаю, что смеетесь. Наша команда. Алехин Владислав, Менченко Илья. Команда небольшая, так что мы все в фулстеке. Хотели бы сказать спасибо нашему ментору Марине Плешковой за помощь в течение этого семестра. Также хотим выразить благодарность образовательному проекту Технопарк за возможность узнать много полезных и крутых штук в сфере IT. Также стоит отметить, что этот проект разрабатывался для российского квантового центра. И кто хочет, может ознакомиться со справкой. Он есть на столе. Всем спасибо за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Добрый день. Мы хотим вам представить наш проект. Это интеллектуальный поиск медицинских статей. У врачей существует база данных статей в самых крупных рецензируемых международно признанных научных журналах. Это база на английском языке. И поиск по этой базе необходим для написания новых статей, для того, чтобы понимать, что в области исследования сделано на данный момент. Но у этой базы есть определенные проблемы, такие как то, что поиск в ней несовершенен, а также нужно многократно переформулировать запросы, если нужно найти хорошую статью для включения в свой обзор. И поэтому мы решили помочь врачам и сделать их жить проще по двум направлениям. Это, с одной стороны, улучшение поиска, а с другой стороны, это автоматическое определение тематики в статьях и помощь в продолжении поиска уже в направлении данной конкретной тематики. Давайте перейдем к демонстрации. Нас всех интересует влияние магнитных полет наших планшетов, ноутбуков на наше здоровье. И видим, что по данной теме, если мы введем такой запрос на человеческом языке в PubMed, то ничего найдено не будет. Аналогично, если мы введем его в Google с фильтром по сайту PubMed, а фильтр необходим, потому что это и есть крупная база данных, в которой собраны точно хорошие статьи, то тоже найдутся не совсем релевантные результаты, их мало. Попробуем это сделать в нашем поиске. Во-первых, мы видим, что результатов гораздо больше. Во-вторых, они релевантны, и мы видим, что разметились темы. Например, если нас интересуют больше какие-то магнитные поля, то мы можем выбрать эту тему выделенную и продолжить поиск уже прицельно с уточнением на конкретно данную тему. Вот, например, нашлись какие-то статьи про влияние магнитных полей определенной частоты на здоровье человека. В нашем индексе содержится 30 миллионов документов, а искать нужно хорошо и быстро. Для этого мы разбили весь пайплайн поиска на три этапа. Первый — это черновое ранжирование. С помощью обратного индекса мы отбираем 10 тысяч документов, в которых встречаются слова запроса. На четырех воркерах это занимает в среднем около 200 миллисекунд. Второй этап — это уже чистовое ранжирование. На основании пересечения текста запроса с различными зонами документа, такими как title, abstract и другими, мы переранжируем наши документы. Вся необходимая для этого информация хранится в обратном индексе, и к ней можно получить доступ, обращаясь к результатам предыдущего этапа. Далее мы отбираем топ-100 статей и передаем на последний этап. На последнем этапе их можно закешировать, и остается только вернуть пользователю 10 документов с той страницы, которую он запросил. Чтобы понять, какие же слова мы хотим подсветить и предоставить пользователю возможность уточнить свой запрос, мы должны определить тематику этих слов и словосочетаний. Для этого мы прибегли к помощи тематического моделирования. На всем множестве документов 30 миллионов была построена тематическая модель, которая строит кластеризацию по заранее заданному количеству тем. Мы выделяем некоторое количество предметных тем, где хорошо фокусируются медицинские термины, и также фоновые для слов общей лексики. В результате мы получаем для каждого документа тематический вектор, из которого можно понять, к каким темам относится этот документ, и для каждого слова можем выбрать тему, которая наиболее хорошо его характеризует. В итоге каждое слово подсвечивается в цвет его темы. Теперь посмотрим внимательнее на техническую реализацию нашего проекта. В принципе, эта технология довольно стандартная. Отдельно хотелось бы отметить использование языка C++. Весь бэкэнд был написан нами с помощью этого языка. И как следствие мы смогли добиться высокой скорости работы нашего сервиса. То есть, как было сказано раньше, в сравнении с нашим прямым, по сути, конкурентом Elasticsearch, мы работаем как минимум в пять раз быстрее. То есть это достаточно заметное преимущество. Теперь посмотрим на структуру нашего проекта. Мы используем REST API для связи между бэкэндом и фронтэндом. На бэкэнде же наш сервис устроен как микросервисы. То есть мы можем легко и просто добавлять различные другие фичи в наш проект, как, например, вычисление порядка, чтение статей и так далее. Связь между микросервисами происходит посредством протокола GRPC. В качестве итога хотелось бы сказать, что мы смогли создать систему, которая легко и гибко позволяет улучшать себя, и при этом она решает насущные проблемы реальных пользователей. При этом мы смогли применить тематическое моделирование, которое как минимум делает наш поиск лучше и гибче. Вот наша команда. Я бы хотел отдельно поблагодарить всех преподавателей и создателей технопроектов. Без них бы мы не смогли создавать такие классные проекты, как наш. Спасибо за внимание. Всем привет. Мы команда Perpetuum Mobile и хотим представить вам платформу геймификации GameFi. Что же вообще такое геймификация и зачем это нужно? Геймификация — это применение игровых механик в неигровых процессах. Это может решить такие задачи, как сделать коллектив сплоченным, может быть, выявить людей с нестандартным мышлением, лидеров, сформировать интересные, увлекательные рабочие процессы, многое-многое другое. Главное, чтобы вы смогли придумать к этому игру. Что же сделали мы? Мы сделали с одной стороны конструктор игр, а с другой стороны игровую платформу. Администраторы создают игры, размещают различные итемы на игровом поле. Среди итемов могут быть испытания, предметы и ежедневные задания. Сотрудники же со своей стороны выполняют целевые действия и таким образом прокачиваются, принося какой-то профит бизнесу. С методической части нам помогала компания-партнеры SPB Training. Они занимаются как раз развитием персонала, а также внедрением геймификации для решения бизнес-проблем. А реальный кейс, который был применен на их клиентах, мы вам сейчас и продемонстрируем. Это адаптация реальной игры. Компания боролась с текущей кадром среди промоутеров, которые раздавали карты «Щедрая жизнь». Целевая аудитория были молодые девушки в возрасте от 20 до 22 лет. После выявления проблем была составлена игра, которая перенесена на нашу систему. Давайте перейдем к ее демонстрации. Пользователь переходит на карту игры и видит испытание, которое ему доступно. Давайте выявим первое испытание и пройдем. Нам нужно придумать креативное приветствие. Мы уже придумали и отправим на проверку администратору. Перейдем на сторону администратора и проверим задание, которое выполнил наш сотрудник. Примем его и перейдем обратно к пользовательской части. Теперь у меня открылся новый уровень и бонус на нем. Но брать я его не буду, потому что мне понравился вон тот классный рюкзачок, который доступен дальше. И по пути к нему я буду выполнять следующие испытания. А также я буду выполнять ежедневные задания, чтобы побыстрее набрать необходимое количество очков. А может быть я вовсе не буду брать рюкзак, потому что мне нравится быть первым в системе. И рейтинг в системе сформируется по количеству очков в игре. Ну что ж, с пользовательской частью разобрались. Перейдем к администратору. Как вы поняли, администратор может проверять задания, а также он может создавать новые игры, создавать испытания, предметы, а также создавать ежедневные задания. На данном слайде представлены технологии, которые мы использовали при реализации нашего проекта. На фронтенде это реакт-приложение в связке с MobX. На бэкэнде это программная платформа Node.js и база данных MongoDB. В сравнении с конкурентами. Конечно же, когда мы только начинали думать над проектом, мы понимали, что мы не первые в области геймификации. И так или иначе у нас есть конкуренты. В России и СНГ это две компании. Work'n'Play и Gamification Lab. Мы внимательно изучили преимущества и особенности каждого из них и составили такую схему. Конструктор игр. У конкурентов его нет. Это означает, что заказчику придется играть в заранее созданные игры, что заметно его ограничивает. Древовидная структура игры. Позволяющая игроку заранее продумать маршрут, по которому будет проходить игру и выполнять только те испытания, которые ему интересны и для которых у него есть желание их выполнять. Интранет. Сюда относятся блоги, чаты, то есть вся та внутренняя корпоративная сеть. Для первой версии проекта мы ее не реализовывали, так как решили акцентировать свое внимание и силы больше на увлекательный игровой процесс. Магазин вещей. У нас нет обособенного магазина, так как мы решили добавить сами предметы в саму игру, чтобы можно было покупать предметы прямо на карте. План на будущее. Мы договорились с компанией SPB Training, чтобы она пробовала наш продукт на своих сотрудниках. Далее мы создаем туториал, обучающий игру для новых пользователей нашей системы, чтобы им было проще влиться в игру и понять основные моменты. Дорабатываем функционал на основе фэдбэка и постепенно внедряем все новые и новые игровые механики. Проект разработан командой Perpeta Mobile. Можете смело писать на нашу почту. Большое спасибо нашему мендеру Новику Андрееву за помощь при реализации проекта. Гиду в мире геймификации Саше Захаровой. Большое спасибо проекту Технопарк. И большое спасибо вам, зрители, за внимание. Готовы ответить на все ваши вопросы. Добрый день. Меня зовут Максим. Меня зовут Роман. Наш проект называется ForkMe. И мы разработали платформу для просмотра интерактивного видео, где вы сможете сконструировать свое видео и показать его друзьям. Вы спросите, зачем же нужны интерактивные видео, если есть обычные? Нелинейные сюжеты и возможность выбирать продолжение видео делает пользователя более заинтересованным. А контент-мейкеры, основы контент-мейкеры могут поведать свою уникальную историю, на сюжет которой будут влиять пользователи. Также контент-мейкеры, основываясь на статистике перехода, смогут понимать, что же больше всего нравится их аудитории, и вследствие этого делать более качественный контент. Также в последнее время интерактивность набирает популярность. Мы вдохновлялись интерактивным фильмом от Netflix, Bandersnatch, когда реализовывали этот проект. Когда МВП было готово, мы узнали о новости, о том, что YouTube собирается выпустить свою площадку для показа интерактивных сериалов, что лишний раз подтверждает популярность этого направления. Пока YouTube и Netflix занимаются интерактивными сериалами, мы решили создать конструктор интерактивных видео для простого пользователя, чтобы вы могли зайти и создать свой мини-квест и показать его друзьям, причем абсолютно бесплатно. В качестве демонстрации мы выбрали рекламный ролик интерактивного фильма от Netflix, посвященного путешествиям с Берр Грилсом. Давайте посмотрим на сюжет этого ролика. Итак, он представляет из себя фрагмент видео с двумя вариантами ответов. И таким образом мы можем продолжать наши сюжетные линии до бесконечности. Заранее мы подготовили в нашем конструкторе на скриншоте справа этот сюжет и создали это видео. Давайте же перейдем к живой демонстрации на нашей платформе. Зайдем на платформу forkme.io. На главной страничке вы можете видеть подборку горячих, свежих и популярных видео. Также вы можете зайти на свои подписки, посмотреть что-либо появилось там нового, посмотреть свою ленту. Давайте перейдем на наш канал и посмотрим видео с Берр Грилсом. Итак, мы заходим на наш канал, включаем видео. Как вы видите, на страничке просмотра видео вы имеете возможность ставить рейтинг видео. Например, можете оставлять комментарии. Если это видео создано вами, то вы можете добавлять теги для более удобного поиска. Итак, давайте посмотрим видео. Нам звонит Берр Грилс и предлагает отправиться... Ну, мы знаем, что он предлагает нам отправиться в путешествие. Давайте отклоним вызов, посмотрим, что будет. Эта сюжетная линия ведет нас в тупик, но это было бы слишком просто для демонстрации. Давайте же вернемся назад и посмотрим, что будет, если мы согласимся и ответим на звонок. Итак, мы выбираем заново и смотрим, что же будет. Мы возвращаемся на начало видео, и в этот раз мы примем в его звонок, нажимаем ответить, посмотрим, что будет. Итак, путешественник нам предлагает отправиться вместе с ним в путешествие. Также он говорит, что с ним будет очень интересно, что мы можем в определенные моменты выбирать, что же ему делать. И он будет очень счастлив, если мы сможем с ним отправиться. Сейчас он нам предложит отправиться в горы или в джунгли. Давайте, например, отправимся в горы и посмотрим, что будет. Итак, мы попали в горы. Я думаю, вы поняли идею интерактивных видео. Но помимо просмотра своих интерактивных видео, мы можем посмотреть интерактивные видео наших друзей. Давайте посмотрим видео-квест Different Endings, посвященное британской акции «Не носи с собой оружие». И поставим рейтинг этому видео. К сожалению, мы не можем показать этот фрагмент, потому что оно немного жесткое. И если вас это заинтересует, это видео, мы можем показать его после нашей демонстрации. Давайте еще раз остановимся на том, что же мы реализовали в нашем МВП. Итак, наше МВП включает в себя интерактивный плеер, конструктор видео. Мы реализовали возможность поиска как по контенту, так и по тегам. Добавили подборки видео. Каждый пользователь может оставлять комментарии и ставить рейтинг видео. Также он имеет возможность редактировать профиль своего канала и профиль своего аккаунта. Давайте остановимся на технологическом стеке. Фронтенд написан на платформе Node.js с использованием связки библиотек React и Redux. В свою очередь, бэкенд написан с помощью фреймворка Django, реализующий архитектуру взаимодействия REST клиент-сервер. Все видеофрагменты хранятся в S3-хранилище в Mail.ru Cloud Solutions, а приложения упакованы в контейнере Docker для автоматизации развертывания. Если у вас останутся какие-то вопросы или вам будет просто интересно более подробно узнать о нашем технологическом стеке, мы ответим в конце презентации. Давайте перейдем к планам на будущее. Итак, в ближайшее время мы готовы реализовать сбор статистики и инфографики о переходах. Как мы уже говорили, это очень важно для контент-мейкеров, чтобы они понимали, что больше всего интересует их аудиторию. Добавим оповещение, умдавление, личные сообщения и планируем выпустить мобильное приложение под Android и iOS. Помимо этого, мы хотели бы добавить возможность нарезки видео прямо у нас на платформе, чтобы пользователи не старались и с самого начала не нарезали видео у себя дома, а прямо у нас на площадке. Также мы хотели бы добавить возможность создания и вставки интерактивной рекламы прямо в наш плеер. Над проектом fork.me.u работали. Маслов Роман, фуллстек-разработчик, занимался дизайном проекта «Это я». И Мурев Максим, занимался также фуллстек-разработкой и архитектурой проекта. Спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, мы сразу на них ответим. Здравствуйте. Мы команда «Тарадосферосис» и мы рады представить вам наш проект «Онлайн онборд». Наш проект представляет из себя интерактивную шахматную доску, с помощью которой вы можете играть с противниками через интернет. Когда мы анализировали темы наших проектов, возможных, мы в первую очередь обратили свое внимание на шахматную аудиторию, потому что она нам близка. Среди этой аудитории мы выделили три группы людей, у которых свои проблемы. Первая из групп людей — это шахматные тренеры. У них проблемы следующие. Они испытывают, если можно так сказать, недостаток контроля над обучением своих учеников, потому что они не могут смотреть, как ученики играют вне курсов, с кем они играют, когда они играют, какие ошибки совершают и так далее. И вторая их проблема — они не могут документировать локальные турниры, которые устраивают в своих клубах. Это делается обычно на бумажке с самими игроками. Вторая группа — это дети. У них проблема в поиске соперника. Эта проблема возникает по двум причинам. Во-первых, сверстникам очень часто шахматы неинтересны. А во-вторых, родители либо ленятся играть, либо они банально не умеют. Ну и вторая минорная проблема — это усталость детей от экрана и то, что родители запрещают им подолгу сидеть у компьютера, что отметает возможность нормальной игры в интернет-шахматы. И третья группа людей — это профессиональные шахматисты. У них тоже есть проблема с поиском соперника, подходящего им по уровню. Но их самая главная проблема — это тактильные ощущения. Все хорошие профессиональные шахматисты любят трогать фигуры. У них свои привычки, свои приметы, хорошие и плохие. Для них очень важна киноэстетика шахмат. Проанализировав все эти проблемы, мы решили, что интерактивная онлайн-доска их решает. Перейдем к демонстрации. Для людей, которые не могут вживую наблюдать нашу доску из-за того, что сидят далеко, мы записали видео, которое будет сейчас проигрываться. Надеюсь, все будет ок. У нас есть игра, есть приложение и есть шахматная доска. Доска уже подключена к приложению. Мы играем за белым. Мы поднимаем пешку, и на доске подсветка отображается возможной ход этой пешкой. Когда переставляем пешку, ход сделался. Ну, там, ВКонтакте замкнул. Черный делает ход из приложения. Этот ход подсвечивается фиолетовым светом. Мы повторяем его на нашей доске. Таким образом и происходит игра. Когда ты можешь взять фигуру противника, эта ситуация отображается красным цветом. Мы обработали все шахматные ситуации наподобие рокировки. Перейдем к самому интересному. Как оно, что, как вообще оно устроено. Давайте не будем обсуждать вполне стандартные для любого технопроекта стек-технологии, такие как GST, Node и так далее, React. Давайте посмотрим особенности нашего проекта. Мы использовали такие инструменты разработки, как паяльник, как клейкая лента, как алюминиевый скотч. Мы использовали такие сервисы, как лужение контактов, лужение алюминия. Знатоки поймут. Мы использовали лазерную резку as a service. Мы не сами это делали. Мы использовали такой бэкэнд, как митинский радиорынок и другие радиорынки деталей. Подороже, подешевле. Как пойдет на самом деле. В качестве основного фреймворка в разработке подобных устройств мы использовали банальную удачу. Иначе никак на самом деле. Что касается надежности системы, мы старались и нам удалось соответствовать самым современным, самым строгим изоленточным стандартам. Что же под капотом? Что из себя представляет доска? На деревянном, так скажем, фреймворке расположены контакты, которые образуют матричную клавиатуру 8х8. Каждый контакт может замкнуться двумя независимыми способами. Непосредственно с помощью контакта под фигурой и с помощью геркона, который находится под клеткой для обеспечения надежности срабатывания контакта. Быстрая и красочная иллюминация доски осуществляется за счет светодиодной ленты адресуемой, которая сформирована в ту же матрицу 8х8. И все это дело, все эти два компонента связывают микроконтроллер, в нашем случае Ардуино, который посредством нашего внутреннего API связывается с компьютером клиента, где и происходит все основное взаимодействие. Компьютер клиента управляет игрой и обрабатывает на более высоком уровне все, что происходит с доской. В будущем мы планируем подключиться к одному из крупнейших онлайн-сервисов для игры в шахматы или чес. Это позволит создать сразу базу соперников для владельцев доски или же просто пользователей нашего приложения. Также мы планируем перейти на технологию RFEIT. Это позволит более точно контролировать ситуацию на доске и следить за процессом игры. И незначительное увеличение стоимости продукта даст огромный прирост в надежности и в юзабилити нашего проекта. Ну и в более далекие планы, конечно, у нас входит запуск производства. Над нашим проектом работали Саша. Он занимался технической частью проекта и разработкой доски. Антон занимался архитектурой дисктомтового приложения и фронтендом. А я занимался разработкой бэкэнда и фронтэнда. И хотели бы сказать спасибо Марине, нашему ментору, которая мотивировала нас на протяжении семестра. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, мы с радостью на них ответим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ